Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, в прямом эфире, через перископ мы с вами начинаем торговую сессию, подводя итоги прошлого дня и анализируя те важные события, которые на повестке текущей торговой сессии. В целом, вчерашний день был куда менее волатильный, чем тот, который мы наблюдали накануне. И расстраиваться не нужно, поскольку не всегда же нам получать то ралли, на которое мы настраиваемся. Иногда лучше, конечно же, все-таки сохранить вместе с прочими участниками рынка выжидательную позицию и довольствоваться скромной проторговкой, копить силы, чтобы адекватно, еще и более глубоко оценить тот фундамент, который складывается в отношении интересующих активов. И по мере первой же возможности, которая на рынке появится, соответственно, снова ринуться в бой. У нас на повестке текущей торговой сессии два очень важных отчета. И все они касаются американской экономики. Это заявки на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования. Собственно, эти данные выйдут сегодня в 15.30 по московскому времени, но до этого, буквально через некоторое время, совсем в 11.30, то есть через два часа, у нас данные по ВВП Англии. И здесь, учитывая, насколько каждый сейчас последующий отчет важен для фунта, учитывая ту волатильность, которую британец показывает в последнее время, нам стоит рассчитывать то, что сегодня мы увидим интересное движение. И будем надеяться, что это движение будет соизмеримо, опять же, с нашими ожиданиями по поводу коррекции и выступит еще одним катализатором, чтобы притопить позиции британца против основных конкурентов. Нас интересует пара фунт-доллар. О ней мы также сегодня поговорим, собственно, как и всегда. Но есть инструмент, на который мы обычно, традиционно обращаем. Первое наше внимание – это динамика бренда и WTI, ну, в частности, бренд. Закрытие прошлого дня – 51.05. С хорошим настроением, конечно же, я констатирую эти уровни, поскольку, по сути, тестирование поддержки 51 – это было нашей ближайшей целью. Мы знали, что как только этот инструмент закрепится чуть ниже, будут созданы все условия, в том числе и технического характера, чтобы попробовать дотащить его уже до следующей поддержки – 50 долларов за баррель. Сейчас, правда, актив торгуется с небольшим повышением – 51.26. Вчерашний день и важный релиз, который касался всего рынка энергоресурсов – это запасы нефти США. По данным Минэнерго, официальная статистика, которая выходит буквально через сутки после того, как аналогичные данные публикует американский институт нефти. Обычно корреляция между этими показателями выдерживается. Но вот в последнее время, я имею в виду последние месяцы, показатели сильно разнятся. Что каждый раз представляет большой интерес, опять же, на расхождение торговать, на ожиданиях. Интересно, конечно же, наблюдать за фактическими цифрами, еще интереснее видеть реальные расхождения. Но мы в любом случае всегда делаем выводы, анализируем и понимаем, в принципе, что этот отчет очень важен для рынка энергоресурсов. Потому что, по сути, в рамках всей недели есть три отчета, на которые стоит обратить внимание. Это запасы по IP, Минэнерго и, соответственно, количество нефтяных буровых по Абекер Хьюз. И, пожалуй, более стоящего фундамента из релизов, даже если поищем, не найдем. Вчера вышел отчет, собственно, по запасам. Я думаю, что те из вас, кто специализируется на торговле непосредственно черным золотом, прекрасно могли заметить и увидеть то, что запасы снизились. Но, на мой взгляд, на символичную цифру, по сути, 0,5 миллиона баррель. Против прошлого снижения, которое мы с вами наблюдали на отметке 5,2 миллиона. Но последовало ли в связи с этим логичный рост и укрепление активов? Нет, мы этого не видели. То есть, бренд как корректировался, так и, в принципе, остался под давлением до самого закрытия дня. О чем это говорит? Это говорит о том, что на рынке присутствует куда более крутой фундаментальный повод. Новостное событие, которое держит, собственно, в стимуле всех трейдеров, которое заставляет трейдеров выложить информацию по этому событию. И вы, я уверен, прекрасно все понимаете, что речь идет о предстоящей встрече Организации стран-экспортеров нефти, возможно, еще и России, 30 ноября в Вене, где будут обсуждаться вопросы по потенциальному ограничению добычи. Предварительные договоренности, которые были достигнуты больше месяца назад, были, скажем, указали на то, что производство может снизиться и оказаться в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Это были предварительные, опять же, решения, которые требуют дополнительного обсуждения и фактических действий по ограничению. Вот как раз именно реальные действия мы с вами ожидаем 30 ноября, если они, конечно же, будут. Поскольку вчера все-таки бренд корректировался, как в целом он делает в рамках всей недели, можно говорить о том, что скептические настроения все-таки преобладают. И в целом, скажем так, что пессимизм от того, что трейдеры не верят в какие-либо договоренности, вчера слегка пересилил тот позитив, который имел место быть по факту сокращения запасов и, по идее, мог бы стать предпосылкой и базисом для роста нефти. Поскольку мы роста этого не увидели, значит, сейчас все большее количество трейдеров и участников рынка сходится в позиции, склоняются в пользу того, что 30 ноября никаких прорывных решений мы с вами не услышим. Если говорить еще про статистику по запасам, с чем связывают, в частности, снижение запасов? Основная причина – это активность нефтеперерабатывающих заводов. Но мне кажется, это бред. Мы с вами отмечали уже сезонный фактор закрытия на техническое обслуживание, поэтому я считаю, что такому фундаменту и такому, скажем, предположению сейчас мы доверяться не будем. Но даже если это так, есть фактор новостное событие, которое полностью слегка компенсирует это. И этот фактор гласит то, что объемы импорта в США увеличиваются. В частности, за последний месяц объемы импорта возросли на 4,3%. За прошлую неделю плюс 109 тысяч баррелей в сутки. И если действительно картина будет развиваться в таком же ключе, у нас будут все основания делать, опять же, ставку на то, что запасы все-таки логичным образом должны увеличиться. И плюс ко всему еще один релиз статистический, на который я просто не могу не обратить внимание, то, что параллельно с запасами публикуются еще и данные по объемам добычи нефти США. Вот, согласно вчерашней оценке, цифре, за прошлую неделю американцы стали добывать на 40 тысяч баррелей в сутки больше, чем недели ранее. И фактическая планка публика 8,5 миллионов. Начинаем двигаться вверх к 9 миллионам. Ну, очень много, конечно же, до этой планки придется еще нарастить по производству. Но хорошо, что есть первый релиз, который мы будем, опять же, анализировать и дальше, в надежде на то, что статистика повторится, и у нас будет тенденция, и мы сможем в конечном счете говорить о том, что сланцевое производство, которое увеличивается, и отчеты Baker Hughes этому подтверждения, количество платформ растет каждую неделю, вот за прошлую неделю, за позапрошлую, плюс 11 штук, а сразу. Все это как раз и будет создавать условия для постепенного роста запасов. А рост запасов – это еще один фундамент, который нам необходим для того, чтобы продавить позиции бренда ниже 50 долларов за баррель. Что касается все-таки основного новостного фона, о нем мы уже численно поговорили, понимаем то, что пробитие поддержки 50 произойдет, наверное, только после того, как рынок точно убедится в том, что никаких договоренностей и прорывных решений 30 ноября достигнуто не будет. Но если наши, опять же, прогнозы будут оправданы, наши ожидания вознаградятся, я думаю, что бренда очень быстро окажется ниже полтинника, а где вот его ловить снизу – это большой вопрос. Я думаю, что сможем уйти в район как минимум 45 долларов за баррель. Российская валюта против доллара фактически добавились до сопротивления 63, как мы с вами предполагали. Идея торговли, опять же, пары доллар-рубля очень хорошо себя отрабатывает сейчас, поскольку мы знаем, что есть такой неизыблемый румвеж, скажем так, хотя он не подтвержден официальными властями, что есть какой-то уровень поддержки, который будут держать. Но, видя даже текущую ситуацию по котировкам, по дневным свечкам, мы понимаем то, что, скорее всего, это значение 62. И вот уже который день, по мере, опять же, тех возможностей, которые появляются, мы стараемся отталкиваться от этого назначения и ставить на большую девальвацию российского валютного актива. И сейчас еще этому способствует завершение налогового периода, и, наконец-таки, долгожданная коррекция, которую мы с вами получили по рынку энергоресурсов. 63. Уверен, закрепимся выше, почему бы, скажем, не замахнуться на тестирование этого значения вплоть даже к концу сегодняшней торговой сессии. Актуальные котировки 62.76. Я думаю, что можно метить уже в район 63.5. Европейская валюта против доллара. Котировки 1.09.10. Мы видели вчера то, что евро сохранило свой восстановительный вектор, который был еще сформирован в начале недели. Я думаю, что ключевая причина, из-за которой европейская валюта пользовалась спросом, это некоторая заминка, которую мы наблюдали в отношении американца. Правда, сейчас ситуация уже изменилась, доллар активно набирает обороты. Я думаю, что тестирование 105 иен против, собственно, американца, а уровня 105 сопротивления по паре доллара японской иены, это также вполне реальная цель уже к концу сегодняшней торговой сессии. Даже если хотя бы обратить внимание на тот новостной фон, который у нас впереди. Но вчера большую часть торгового дня доллар был в каком-то состоянии анабиоза. Даже позволил японской валюте несколько укрепиться. И показал то, что есть еще порох в пороховницах и есть потенциал для роста только к концу дня. И как только это случилось, как только доллар стал расти, мы видели то, что и рисковые инструменты тут же стали быстро отступать. Европейская валюта, собственно, скорректировалась со своих локальных максимумов. Вот сейчас буквально в одном шаге от тестирования поддержки 1.09. Из-за других факторов, которые могли бы повысить спрос на евро, можно отметить еще, скажем так, эффект отложенной реакции на те сильные данные, которые были опубликованы в начале недели. Вы помните целый блок статистики по индексу активности в промышленном секторе, в сфере услуга, еврозоны Германии, потом еще вышла статистика по ИФО, оценка экономических условий, бизнеса оптимизма и бизнес ожиданий. В моменте эти отчеты, когда опубликовались в понедельник и вторник, не нашли своего отражения в евро. Но, видимо, европейская валюта ожидала, когда слабину локальным даст доллар, чтобы насладиться, опять же, позитивом макроэкономического характера. И вчера мы это и наблюдали. Может быть, даже на смену настроения к концу дня, вчера по евро повлияли, и комментарии чиновников Европейского центрального банка. Это член Совета управляющих ЕЦБ Хансен, который отметил, что низкие значения по инфляции, низкий индекс потребительских цен, это по-прежнему актуальная проблема, которую никак не удается разрешить. И в связи с этим, до тех пор, пока на рынке еврозоны не будут созданы условия для устойчивого роста инфляционных ожиданий, говорить о ужесточении монетарной политики не приходится. То есть программа количественного смягчения, как сверхагрессивный стимул, сохранит свои основные параметры еще в течение длительного перевода времени. И под конец торговой сессии примерно то же самое было подтверждено еще главным экономистом Европейского центрального банка Питером Проеттом, на которого мы ссылаемся, когда есть такая возможность, поскольку он обычно поддерживает наши взгляды по слабости евро, и вчерашний день, и то, что мы слышали от него, не стало исключением. Поэтому европейская валюта у нас системно остается под давлением. Я думаю, что сомневающихся в этом практически нет. Если кто-то сомневается, мой традиционный призыв еще раз, пожалуйста, оцените текущий фундамент. Если вас не устраивает и особо не запустит та статистика, которую мы получаем, опять же, по еврозоне, средней и долгосрочной, прежде всего, тогда посмотрите на то, что происходит, опять же, в противовес доходности американских, соответственно, облигаций и немецких. Это для среднесрочных трейдеров чуть ли не основной, опять же, фундаментальный триггер, чтобы торговать парой евро-доллар. На текущий момент разница экспресс-доходности по двухлетним облигациям США и Германии находится на уровне в 150 базисных пунктов. Это очень много. Сегодня у нас, как я уже отметил, много статистики по США, заявки на пособия по безработице и заказы на товар родительного пользования. Эти отчеты выйдут в 15.30 по Москве. Каждый отчет такого, скажем, формата и значимости, безусловно, представляет колоссальный интерес, поскольку делает даже не только комплименты сектору, соответствующему американской экономике, а имеет потенциал поднять вероятность ужесточения монетарной политики. И сегодняшние отчеты, я думаю, не станут исключением. Особенно заказан товар длительного пользования. Поэтому, если мы получим сильные, хорошие данные, мы будем говорить о том, что вероятность повышения ставки уже окажется выше 70%. И, соответственно, доллар получит от этого поддержку. Рисковым инструментам придется снова сбавлять обороты и отдавать те пункты, которые удалось себе получить в моменты слабости американца. Вчера по американцу и по американской экономике вышли отчеты индекса активности в сфере услуг. Очень хороший показатель. 54,8 с 52,3 рост. И продажи домов, которые в месячном выражении выросли на 3,1%, а против прошлого спада на 8,6. Действительно, все сейчас складывается в пользу доллара. А сейчас котировки по паре доллар-японской иены 104,55. Я уверяю вас, мы доберемся до отметки 105 иен против доллара. Это 100%. Это бычий ралли, который сейчас разворачивается на рынке Форекс. Это потенциал, который продолжает реализовываться в динамике тех инструментов, которые нас интересуют. И это, опять же, тот самый настрой, который фактически не оставляет равнодушными и ломает весь негативный настрой по поводу планов и состоятельности, и готовности американской экономики к повышению процентных ставок. Она, безусловно, к этому готова. Нужно дождаться декабрьского заседания и, наконец-таки, убедиться в том, что ставка реально будет повышена. Фунт против доллара. 1,2219. Фунт торгуется сейчас с небольшим повышением. После, опять же, тестирования минимальных уровней, которые мы, в принципе, по динамике фунта против американца наблюдали во вторник, сейчас идет, может быть, техническая коррекция. Но все-таки нужно прекрасно понимать, что никакого фундаментального позитива фунт не нашел, чтобы оправдать вот это восходящее движение. А поэтому наша идея, которая связана с тем, что фунт будет дальше слабеть, она по-прежнему актуальна. Напоминаю то, что из важных событий сегодняшнего дня, помимо американской статистики, у нас отчет по ОВП, по темпам экономического расширения экономики. На прошлой неделе вышли данные по уроничным продажам. Они в целом разочаровали трейдеров. И еще раз напомнили всем, что трейдеры и участники рынка очень сильно сейчас обеспокоены фактом выхода Англии из состава ЕС, политикой экономической неопределенности в связи с этим. И, может быть, даже еще больше обеспокоены тем, что Англия рискует утратить доступ к единому европейскому рынку. Вот продажи, которые мы наблюдаем, они взяты не на пустом месте, они как раз и отражают тот факт, что фунт находится под давлением. Если сегодняшний отчет по ОВП разочарует, что, в принципе, вполне возможно, учитывая слабость потребительской активности, а слабости потребительской активности мы делаем вывод как раз по недостаточно сильным данным по уроничным продажам. Тогда национальный фундамент станет еще одной причиной, из-за которой фунт может активно начать терять свои ценовые позиции. И также параллельно напоминаю вам, что по версии многих инвестиционных банков, вот ссылались мы на Goldman Sachs фунт, даже несмотря на то ослабление, которое было показано им в последние месяцы, все равно еще остается переоцененным, перекупленным процентов на 10. И эта основа указывает нам на то, что минимальным значением по паре, которое будет зафиксировано и показано в ближайшее время, станет даже не поддержка 1.20, а, скорее всего, значение чуть ли не рядышком с планкой поддержки 1.15. Ну, круто, конечно же, но почему бы нет? Фунт остается одним из самых охвалательных инструментов, и фунт за день может пойти несколько фигур, и никто не спросит даже, почему это произошло, потому что все знают, что весь, опять же, новостной фон, который касается сейчас английской экономики, он свидетельствует о том, что основным аутсайдером рынка Форекс будет оставаться как раз британская валюта. Австралийц против доллара сейчас торгуется на отметке 0.7629. Вы помните, что после публикации довольно сильных данных по индексу потребительских цен вчера мы видели тестирование сопротивления 0.77, и я активно вас призвал к тому, что нужно использовать текущую возможность, чтобы продавать австралийцам. Сейчас мы уже неплохо просели, но 0.7629 – это также еще не тот уровень, который мы с вами хотим наблюдать. Наша цель 0.75. Есть еще время, чтобы присоединиться к этой короткой сделке. Доллар-франк и евро-франк. Вот на франк я в последнее время обращаю внимание, ваше, поскольку по USD-свеси мы уже вплотную практически возле паритетного назначения, остается там совсем немного. Евросвеси торгуются на отметке 1.0840. Снова отмечаю тот момент, что как только мы видим тестирование поддержки 1.08 по паре евросвеси, на рынке начинают поговорить о валютных интервенциях, которые могут быть проведены со стороны Национального банка Швейцарии. И руководство унитарного Национального банка Швейцарии не отказывалось и не спорилось с тем, что они кулуарно проводят подобные действия в рамках тех инструментов, которые имеются в их арсенале. И все для того, чтобы поддержать конкурентоспособность национальных производителей и ослабить курс национальной валюты, потому что дорогой франк представляет угрозу для национальной экономики, то есть для Швейцарии. Если считаете то, что евросвеси может пробить поддержку 1.08, ну да, вероятность этого есть. Конечно же, пасть может любой рубеж. Но я рекомендую вам посмотреть на дневки, посмотреть, сколько раз уже от этого рубежа начиналась неплохая игра на повышение. И вот сейчас у нас есть возможность снова поиграть, опять же, по этой валютной паре, поторговать с потенциалом ухода и возвращения в район 1.10. С текущих уровней это порядка 160 пунктов. Мне кажется, также достойный ценовой ориентир. USDCAD 1.3382 сейчас, помимо фундамента слабого, на которого мы обращали внимание, о котором много говорили на прошлой неделе, а сейчас против, опять же, канадца действуют котировки нефти и сильный доллар. Мы практически добрались до нашей сверхцели, которая была зафиксирована на отметке 1.34. Локальный хай вчерашнего дня составил 1.3393. Совсем немного остается до этого рубежа. Но я думаю, что пора бы учесть знать, скажем, и в динамике этого валютных активов, чтобы избежать каких-либо непредвиденных тенденций, к примеру, снова повышенного спроса на нефть, который может стать причиной укрепления канадца, я рекомендую вам фиксировать все профитные ордера прямо на текущих значениях и подождать, когда пара спустится, возможно, еще ниже. И как только это произойдет, ну, к примеру, если уйдем в район 1.32-32.5, вот тогда снова поищем возможности для долгосрочных покупок. Из важных событий сегодняшнего дня, снова резюмирую, показатели по ОВП в 11.30 по Англии, ждем слабую цифру и давление на британцев. В 15.30 выйдут заявки на пособие по безработице и заказы на товар литерного пользования в США. Ждем поддержки для доллара и ждем движения пары USD-иены выше 105, соответственно, ровно. Кодовое слово на сегодня товар. Величина бонуса 17%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Осталось добавить то, что вы можете оставлять любые комментарии, задавать любые вопросы на нашем форуме о маркетсе и, конечно же, под видео-брифингами на канале YouTube. И, помимо этого, не забывайте ставить лайки. Хорошей вам торговой сессии, прибыльного трейдинга, прекрасного дня и, соответственно, увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.